Готовы ли управленцы Алроса идти в ногу со временем? Насколько быстро руководители предприятий топ-менеджера могут решать поставленные задачи? И готовы ли к постоянному самообучению? Обо всем этом руководители высшего и среднего звена акционерной компании Алроса говорят на форуме ТОП-100. Ежегодный формат встреч, где обсуждаются тенденции алмазного рынка и стратегии развития. Нынче по приглашению генерального директора Алроса Сергея Иванова спикером выступил президент Московской школы управления Сколково Андрей Шаронов. Андрей Владимирович, начнем нашу беседу с нашего мероприятия ТОП-100. И как вы думаете, для таких больших компаний насколько важны такие мероприятия? Они важны и для больших компаний, и для маленьких, и самое главное для отдельных людей, потому что это про тему, которая все время нас волнует и которая сказывается на том, как себя чувствует и человек, и организация. Я говорил о процессах и проблемах собственной трансформации, насколько нам удается трансформироваться, меняться так, как мы хотим, так, как считаем важным, насколько мы адекватны тем задачам, которые перед нами ставит жизнь, компания, мы сами, что у нас получается, что не получается. Я старался не только пересказывать книжки, но и говорить о своем опыте, что у меня получается, что у меня не получается, когда я пытаюсь следовать этим рекомендациям. Вы у вас сегодня отметили, что Валроса уделяет большое внимание обучению персонала, да? Да, и меня это очень порадовало. Я говорю всегда, что я делю весь мир и всех людей и компаний на две части. Первая часть уже все выучила и прекратила этим заниматься, а вторая часть продолжает учиться. Я, во-первых, очень боюсь, а со вторыми мне приятно общаться. И в этом смысле вот такая практика, когда вместе с первым руководителем компании, с топ-менеджментом, причем из всех крупных точек, где находятся дочки компании, люди присутствуют, это вызывает уважение. Это не имитация, это культура. Получается, вот неважно, чего вообще человек достиг, и все равно нужно сама развиваться. Конечно. Нужно развиваться, потому что мы не знаем, какие новые задачи мы получим. Мы не знаем, когда случится кризис, персональный кризис в нашей отрасли, в которой мы работаем, кризис со спросом на нашу продукцию или услуги, когда мы можем оставаться блестящими производителями этой продукции или этих услуг, но она уже станет почему-то никому не нужна. Мы должны быть готовы к этим шокам. Лучше, если мы их предвидим и как-то меняемся. Если мы сами время от времени ставим себя в некомфортные условия для того, чтобы сохранить вот эту способность, приспосабливаться к неблагоприятной внешней среде, искать смысл в том, что происходит и чем мы занимаемся, с тем, чтобы не исполнять неприятные для себя операции, а заниматься делом, которое тебе нравится и уважать себя за это. Как бы думать, как часто работники и вообще начальники организации, структур должны проходить обучение, так скажем, повышать свою квалификацию? Нет универсального ответа. Вернее, он звучит так. Регулярно. Регулярно. А с какой частотой она должна быть разумной. И надо понимать, что обучение это не обязательно сбор с каким-то лектором или посещение каких-то курсов. Совещание это тоже обучение. Какой-то случай на производстве это тоже обучение. Важно, что ты его рассматриваешь таким образом, что ты стараешься выучить опыт, который тебе преподносит этот случай. Что ты смотришь по сторонам и слушаешь, казалось бы, случайных людей, которые могут говорить важные для тебя вещи. В этом смысле нужно быть готовым к обучению всегда. И тогда это обучение найдет тебя. Именно сегодня, да? Как вы думаете, топ-менеджеры компании «Алроса», руководители предприятий, насколько они поняли вас? Ну, это лучше спросить у них. Судя по вопросам, которые я получал, мне показалось, что значительную часть людей эта тема задевает. Это не значит, что те, которые не задали вопрос, это им безразлично. Нет. Секрет этого вопроса в том, что все об этом думают. Все думают о собственном развитии. Просто люди находятся в разной ситуации. Кто-то только услышал об этом, кто-то давно над этим работает. Кто-то попробовал, у него не получилось, и он находится сейчас в скепсисе. Но у меня у самого было много попыток, когда что-то не получалось, я отказывался. А потом случай предоставлялся, я вновь возвращался к этой теме, и со второго или с третьего раза проходил этот урок лучше. Что делать, если не получается? Как вообще идти дальше? Я понимаю, у каждого такое бывает, но что делать? Как мне опустить руки? Здесь можно много бесплатных советов дать, хотя, в общем, они не всегда работают. Я думаю, первое, нужно отказаться от идеи перфекционизма и тотальной успешности. Нужно согласиться с тем, что ты можешь быть неуспешным. Нужно согласиться с тем, что неудача – это вполне естественный исход событий. И это не клеймо тебе на лоб, что ты неудачник, отдыхаем и больше с тобой не разговаривай. Это элемент урока, опыта, через который ты проходишь. Есть хорошая русская поговорка «за одного битого, двух небитых дают». Так вот, один битый – это ровно человек с негативным опытом, который важен. Поэтому нужно отказаться от того, что ты все время побеждаешь. Это блеф, это миф, это неправильное ожидание. И это повод получить язву желудка или еще что-то похуже, если ты сталкиваешься с неприятностями. Их нужно принимать, и искусство состоит в том, как быстро ты от них оправишься и вновь встанешь в низкий старт. Нужно, оказывается, это для себя тоже говорю, быть терпимее к своим ошибкам и к ошибкам других. И нужно быть упорнее. Очень часто я вижу, что выигрывают не сверхумные, а терпеливые и настойчивые. Когда очень часто ты повторяешь что-то, что у тебя не получается с первого раза, если ты фундаментально не ошибся в направлении, у тебя это может получиться. И я вижу, что терпеливые чаще добиваются успехов, чем талантливые, но нетерпеливые. В чем заключается ошибка, можем сказать, руководителей компаний таких? Бывают ли у них вообще такие ошибки? Руководители обычные люди в каком-то смысле, и они совершают те же ошибки, что и другие люди. Просто, может быть, эти ошибки заметней, чем ошибки простого человека. Ну, он тоже, руководитель тоже должен понимать возможности, способности своей организации. Он должен искать способы мотивировать своих людей. Не хлестать их и не угрожать им, а попытаться задеть заживое и сделать так, чтобы они выпрыгнули штанов. Не потому что они боятся его, а потому что они увидели свой личный интерес и совпадение со своими целями. И тогда их прет от этого, им хочется это делать. И это фантастическая ситуация, когда твоя организация превращается из добросовестных исполнителей в твоих идеологических союзников, которые начинают делать свою задачу, а не твое поручение. Руководители Алроса, что больше всего сегодня интересовало? Какие вопросы они вам задавали? Мне кажется, что они, прежде всего, задавали вопросы как живые люди, а не как руководители Алроса. И, конечно, каждый примерял к себе тему собственного развития. И, скорее, каждый говорил о своей ситуации, что у него получалось, что не получалось, как ему расти. Были вопросы такие технологические про образование, как правильно подобрать образование, чему и сколько учиться. Это персональный вопрос. Единственную полезную рекомендацию я бы позволил себе сделать в отношении диагностики. Пытайтесь лучше понять себя, в том числе через тестирование, через общение с психологами. Кто вы, какие у вас сильные и слабые стороны, что вам стоит развивать, а что стоит просто поддерживать. Если вы бегун на короткие дистанции, не готовьте себя к победам на тяжелоатлетическом подиуме. Это противоречит. И вы потратите много сил и, скорее, убьете свою сильную сторону, чем дотянете свою слабую сторону. Это важный момент, и поэтому важно думать, для чего ты предназначен, что у тебя получается лучше. Если вернуться к образованию, к обучению персонала. Сейчас у нас в стране, и не только в стране, очень много образовательных центров, центров повышения квалификации. И как выбрать правильный центр? Маяковский в свое время сказал, что пусть будет много поэтов, хороших и разных. Вот мы живем по этому принципу. У нас много образовательных программ, хороших и разных. Это вопрос вкуса, вопрос потребностей, которые мы через тестирование доводим. И задач, которые мы перед собой ставим. Я всегда радуюсь конкуренции. Потому что, хотя часто это неприятно, но в долгую это заставляет тебя быть быстрым и поджаром. Не почивать на лаврах, потому что это приводит к ожирению и к плохим последствиям, в конце концов. Надо пробовать разные программы. Тем более, это может позволить себе организация, когда она может направить людей туда и туда. И потом сравнить результаты, которые существуют, которые получаются. Не скрою, что, конечно, мы, как школа Сколкова, хотели бы посотрудничать с Алросой. И мы будем предлагать свои идеи, свои программы. Надеюсь, что компания решит что-то попробовать с нами сделать. А потом сравнит эти результаты с какими-то другими. Андрей Владимирович, спасибо вам за беседу. И будем рады видеть вас еще. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!